Вот смотрите, то, что я обещала вам сказать, рассказать, когда фотографию подкладывают в гроб. Это не очень хорошая вещь. Почему? Потому что фотография держит связь со своим живым человеком. И вообще в гроб нельзя ложить. Некоторые по незнанию могли ложить в гроб своих живых родственников, чтобы человек, который умер, чтобы у него эта фотография была, чтобы он помнил своих близких, что они рядом находятся. Это не очень правильная вещь. Даже не то, что неправильная, это вообще караульная вещь. Это магический ритуал, когда подкладывают в фотографию гроб. Что происходит? Смотрите, в первую очередь происходит отпевание покойников. Большинство отпевает покойников, отпевают именно, вот, и там находится и фотография, тоже идет отпевание. После того, как его гроб закапывает в землю, происходит определенный процесс, процесс гниения тела. Точно так же фотография чувствует это. Даже не фотография, а человек, который, ну фотографию которого положили. Почему чувствует? Каким образом? Его подсознание сразу выдает такой сон, что вокруг него или очень много змей, которые он буквально кишат возле него, или же червей, которых тоже очень-очень много. В принципе, фотография дает информацию о том, что там происходит. Но, так как первое, там идет процесс гниения, плюс отпели уже, тоже это ритуал определенный, человек начинает себя плохо чувствовать. У него начинает подниматься давление, у него идут психические атаки. Потом может задыхаться, по-разному может быть, именно. И поэтому, вот, когда вот такие сны идут, что надо делать? Ну, в принципе, надо обрывать, пытаться оборвать связь. Очень трудно это сделать, сразу говорю. Проходит это после того, когда фотография внутри, точно так же она распалась. Тоже распалась, трансформировалась и все. Поэтому, когда некоторые говорят, да, ее заливают воском, ее заливают, будем говорить, еще чем-то, ламинируют. Ну, это защита фотографии всего лишь. И кто знает, этого не делает. А вообще надо смотреть, чтобы, будем говорить, по-шему близкому человеку, такую фотографию не подложили. И поэтому, вот, пока она не там, не сгниет, не распадется, связь это все-таки чувствует, человек это чувствует. У кого сильная энергетика, ну, практически мало реагирует. У кого слабая энергетика, она идет достаточно сильной. Плюс еще эмоции того человека, который он, будем говорить, сделал вот это вот. У меня была такая история, она очень давняя, очень давняя. Именно по этим снам я отследила, что происходит. Был у меня мужчина, мужчина, ну, достаточно, будем говорить, руководящий работник каких-то. Выезжали они вечно куда-то на какие-то стройки, дальние стройки. Тоже несколько, по-моему, больше десятка лет это все происходило. И он стал плохо себя чувствовать. Когда он пришел, он рассказал именно вот эти сны. Я уже поняла, что там произошло. Когда мы стали разбираться, что у него в жизни происходит, он сказал, что когда-то он встретил женщину, а они работали со своей женой. Когда-то он встретил женщину и от своей жены ушел. Он работал с женой, но он стал жить с этой женщиной. Лет пять он с ней прожил. С женой он работал, там родственники были и все остальное. Ну и какое-то время он решил вернуться назад. Не предупредив эту женщину, ничего не сказав ей, он собрался и ушел. Для женщины это был шок. Ну и потом, когда мы стали с ним разбираться в этом направлении, я сказала, что большая вероятность, что именно вот таким вот образом сделан был ритуал. Что интересно, он стал искать эту женщину, что с ней происходит. Оказалось, эта женщина заболела раком. А что такое рак, уже сейчас известно. Это сгусток энергии, который, будем говорить так, нельзя высказать никому. И это очень болевой сгусток энергии. И он может разрастаться и превращаться в рак. И поэтому женщина заболела раком. Она, естественно, поняла, от чего это. Это стрессовая ситуация и все остальное. Вот она провела такой ритуал. То есть кому-то подложила фотографию, ну и это вот все пошло. Какое-то время мы это все снимали. Снимали тоже вот почему, потому что там и скорые приезжали к нему, и все остальное. Мы снимали это. И чуть попозже это все прошло. Через какое-то время эта женщина опять что-то сделала, видать, наверное. Где-то она его смотрела. Потому что у нее развивалась вот эта раховая опухоль. Никто не мог остановить. Она попозже немножко умерла. И у мужчин еще вторая такая пошла волна. И через какое-то время все это закончилось. Да, пока фотография где-то не перегнила. Поэтому вот такая вот история тоже произошла. И я где-то в течение своей практики по снам, когда мы работали, у меня попадались такие случаи, когда вот женщина видела сны, что вокруг нее кишит буквально вот эти все змеи. Потом другая женщина то же самое, когда она ходила по змеям буквально в болоте. То есть вот это большая вероятность, именно что эта связь держит именно с, будем говорить, со своей фотографией. И поэтому, может быть, именно вот эти давления, головные боли, у каждого свое, они могут давать именно вот такой эффект. Почему? Потому что именно вот был проведен такой ритуал. Редактор субтитров А.Семкин